В Варну пришел декабрь и, как всегда, осенними дорожками. Еще не опала золотая листва с деревьев, а город уже наряжается к Рождеству. Несмотря на полукарантинный режим, люди ждут праздника. Ну вот у нас такая елка. Уже столит. Какая-то мода в этом году у нас. Такие украшения городские, через которые можно пройти, зайти туда можно внутрь. Здравствуйте! С вами Ольга из Варны. На этом канале я рассказываю о различных аспектах своей болгарской жизни, об интересных событиях и актуальных новостях, о своих путешествиях и о встречах с разными людьми, и о том, как я здесь поддерживаю свое здоровье естественными природными методами. Если вам все это интересно, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, а также заходите в мое сообщество. Еще вполне достаточно времени, чтобы подготовиться к Рождеству. А вот подготовка к Рождеству в Болгарии начинается по-настоящему с Никул дня. Это очень большой и любимый праздник, традиционно отмечаемый 6 декабря. Посвящен он святому Николаю. От этого и название – Николдень, День Николая. Этот святой вообще очень популярен в христианском мире. Прообраз доброго Санта-Клауса. Покровитель моряков, рыбаков, тех путешествующих по морю и по суше, торговцев и банкиров. Варна – город морской. И к святому Николаю здесь, конечно, отношение особое. Уже за несколько веков до н.э. на небольшом мысе, там, где сейчас находится морской вокзал, существовал рыбацкий поселок древних фракийцев. А в VI веке до н.э. переселенцы из греческого Милета основали здесь свою колонию. Жители которой были и рыбаками, и моряками, и занимались морской торговлей. Хотя и земледелием тоже занимались. Это мозаичное изображение святого Николая на Варнинском маяке в морском порту Варни. Один из самых старых и крупных православных храмов Варны посвящен святому Николаю Мерликийскому. Рыбацкие поселки существуют в Варнии сегодня. По сложившейся традиции, болгарские рыбаки и моряки завершают свой осенний сезон именно в Николовдень. Свой последний рейс и последний улов они посвящают святому Николаю, своему защитнику, и возвращаются домой к своим семьям. Рассказывают такую легенду, что однажды далеко в море рыбацкая лодка получила пробоину. Погибающие рыбаки обратились в горячей молитве к Николаю, и добрый святой откликнулся. Закрыл пробоину в лодке тем, что подвернулось ему под руку. Крупной рыбой карп по-болгарски звучит как шаран. Святой пожертвовал жизнью карпа ради спасения людских жизней. Все рыбаки в целости и сохранности добрались до суши, и здесь приготовили жертвенное блюдо из шарана, посвятив его своему спасителю. С тех пор и повелось, что в Николдень на столе обязательно присутствует блюдо из карпа. Это традиционное блюдо называется рибник. Шараны начиняют рисом, луком, изюмом и грецкими орехами. Есть два варианта – просто запеченная рыба и карп, запеченный в тесте. Николдень по традиции отмечают в каждой болгарской семье. Накрывают богатый стул, приглашают всех близких – и родных, и соседей. Застолье сопровождается народными песнями и народными танцами. Гости собираются к обеду. Основные блюда – рыбные. Главный герой – шаран, карп. На столе обязательно присутствует обрядовый хлеб, украшенный фигурками рыбы, лодки, изображениями святого Николая и православного креста. Также обязательны и сырмички. Это такие маленькие постные голубцы – рис виноградных листьев, бобы, чушки, болгарский перец, вареная кукуруза, тыква и другие овощи. Есть ещё одна прекрасная традиция в Болгарии – отмечать Николдынь. Это проведение различных благотворительных мероприятий. Например, в Варне уже несколько лет проходит кулинарный фестиваль. Среди его участников и профессиональные повара, и рестораторы, и пенсионеры, объединённые в кружке при читалищах. Уже суп, что ли, даю? Да. Деда много добър и кулинарния фестивал посвятен на Николдын. И ще видите голямо разнообразие от ястия. Традиционни ресторантки те се представят съответно със своята продукция. И много чтани ще показват артитични селски храни. Много, чтани ще показват артитични селски храни. КОНЕР КОНЕР День святого Николая С этого момента начинается парад благотворительных концертов, ярмарок, различных выступлений, выставок. А нам вообще повезло. Болгарская православная церковь живет по ново-юлянскому календарю. У них все праздники на 13 дней раньше отмечают, чем в России. Так что те россияне, которые живут в Болгарии, по два раза справлять могут любые праздники. Сначала по болгарским обычаям, потом по русским. Святой Николай Чудотворец, хоть в Болгарии, хоть в России, считается еще и покровителем всех узников. Ему и будем молиться, чтобы скорее все карантины и ограничения закончились.